Всем привет, с вами Таня. Утром 19 февраля 1972 года тишину нарушили громкие выстрелы. В трехэтажный домик пансионата Осама Санса воровались пятеро вооруженных мужчин. В доме отдыха не было никого, кроме жены управляющего. Непрошенные гости взяли женщину в заложники под дулом пистолета и забаррикадировали здание. В следующие 10 дней вокруг пансионата Осама Санса превратились в настоящий остросюжетный боевик. Террористы, которые захватили здание, были членами японской лево-радикальной группировки Объединенная Красная Армия. В 60-е и 70-е годы таких ячеек в стране было огромное множество, и появились они в ответ на то, что происходило с Японией после Второй мировой войны. И, конечно, их жестоко преследовала полиция. Во время очередной облавы на лагерь Объединенной Красной Армии в горах пятерым боевикам удалось бежать. На их пути как раз оказался пансионат, как бы вросший в склон горы. Его форма и наличие единственного входа сделали Осама Санса неприступной крепостью. На осаду пансионата сразу согнали 3000 полицейских, которые столкнулись с жестоким отпором. Боевики яростно отстреливались. На 10-й день осады полиция решила, что пора брать здание штурмом. Все 10 часов операции непрерывно транслировались по телевидению. Страна была напряженно прикована к экранам. На улицах Токио даже зафиксировали снижение автотрафика. Рейтинг японской вещательной корпорации достиг 89%. Президент телекомпании TV Fuji Хисаси Сиеда лично вел программу новостей и отменил все плановые передачи и рекламные ролики на 20 миллионов иен убытка. В 11 утра телезрители увидели огромный металлический шар, который эпично проделал несколько дырок в стенах Осама Санса. В 12.47 в ногу ранили оператора. Террористов обстреливали камнями из пушки для подачи бейсбольных мечей, поливали водой из франспойта и вытравливали слезоточивым газом. В результате перестрелки двоих полицейских убили и 16 ранили. В 18.15 репортеры сообщили, что заложницу освободили. Всех пятерых боевиков, младшему из которых было всего 16, арестовали жильем. Но при чем тут еда? Инцидент на Осама Санса примечательен двумя вещами. Первое – это влияние, которое он оказал на индустрию телевидения. Эта прямая трансляция изменила весь характер вещания. Если раньше новости недолюбливали и уделяли им максимум час в день, то после событий в Круитзаве новостные репортажи стали приоритетной частью эфирного времени. Некоторые журналисты даже сменили карьеру в сторону освещения новостей. А второе – взгляните на эту фотографию. На ней полицейские, которые дежурили у пансионата, поедают нечто до боли знакомое любому россиянину – бич-пакеты. Только не пакеты, а стаканчики. Лапша быстрого приготовления стала идеальным подкреплением для мерзнущих на холодном снежном склоне горы Осама правоохранителей. А широкое освещение этих кадров по национальному телевидению и огромный накал эмоций японцев у телеэкрана сделали заварной рамен марки Cup Noodles настоящей сенсацией. Все хотели почувствовать себя героями, ну или сопричастными. Начался бум лапши в бульоне. Вот так через террористов я подвела вас к теме этого ролика. В нем я вам расскажу про одно из самых знаменитых, после суши, пожалуй, японских блюд. Про рамен. История рамена пропитана не только наваристым бульоном, но и последствиями Второй мировой войны, законодательным запретом, черными рынками, японской мафии якутцы и древними мифами. Настоящая национальная гордость и символ Японии, который изначально ни разу не был японским. По поводу времени появления рамена в Японии до сих пор нет единого мнения. Зато оно есть по поводу места, откуда это блюдо попало в Японию. Нетрудно догадаться, что это был Китай. Да, исконный японский рамен – это адаптация китайского блюда из трех основных составляющих – лапши, бульона и огромного разнообразия топпингов. Но сначала разберемся с лапшой. Большинство легенд сводятся к тому, что некий японский монах то ли в IV, то ли в VIII веке нашей эры сгонял в Китай, а по возвращении домой привез в страну лапшу. Но среди них так много разных версий о разных монахах разными путями, идущими домой, что либо там случился какой-то великий исход монахов за границу, либо монах был все же один, а остальные просто скобепастили его историю и присвоили себе. Но более правдоподобная история более скучная. Примерно к 400 году нашей эры в Японию прибыли китайские эмигранты. В последующие века между двумя державами сложились увлекательные, часто конфликтные отношения. При этом обе культуры активно обменивались друг с другом. Прямо или косвенно китайцы познакомили японцев с искусством изготовления бумаги, китайским календарем, буддизмом и, конечно, с новыми видами блюд. Считается, что оригинальная китайская лапша делается из рисовой муки, которую иногда смешивали с другими видами муки. И только к XIII веку появилась лапша полностью из пшеницы. Примерно в это же время мы находим в японском искусстве изображение лапши, которое уже похоже на современную. Есть такой широко известный миф, что пасту, условно макарон, в Европу привез Марко Поло из Китая. Кстати, у меня выйдет ролик про карбонару, там я как раз расскажу про этот шедевр итальянской кухни. Так вот, легенда про Марко Поло – это выдумка. Гастрономическая традиция нарезания тонких полосок теста, который потом варится в кипятке – это на самом деле две разные культуры – итальянская и китайская. Они формировались независимо друг от друга по совершенно разным технологиям. Главное отличие восточной традиции от западной – в ней используются другие виды зерна – рис, просоп, пшеница, но не твердых сортов. У них совершенно другой химический состав, иная пропорция клейковины и углевода. Поэтому они требуют другой технологии обработки, чтобы превратиться в тесто. Наверняка, если вы когда-нибудь замешивали тесто на рисовой муке, то понимаете, насколько оно отличается от привычного нам пшеничного. На Востоке для приготовления лапши используют невиданную для Запада технику вымывания крахмала в горячей воде. Растягивают лапшу над паром, смазывают каждый раунд растяжки маслом и продавливают через сито в кипяток. Чтобы высушить лапшу, ее растягивают гигантские нити длиной от 5 до 20 метров в знак пожелания едокам долгой жизни. Хотя что-то мне подсказывает, что 20-метровая лапшичина, застрявшая в глотке, скорее вас задушит, что делает пожелание спорным. Маленькое забавное отступление. До 1992 года сухую китайскую лапшу в Соединенных Штатах вообще нельзя было назвать лапшой. Это связано с буквой закона. Многие китайские лапши изготавливаются без яиц и не всегда используют пшеницу в качестве крахмальной основы. На таможнях могла возникнуть путаница, поэтому Министерство сельского хозяйства США заставило производителей маркировать всю импортную лапшу из Китая как имитацию лапши. Ты всего лишь робот. Имитация жизни. Базово существует 4 основных вида рамена. Шио или сеорамен. Это рамен на основе прозрачного легкого бульона с большим количеством соли. Сеорамен. Готовится на бульоне с добавлением соевого соуса. Мисорамен. Изобрели в 65-м году в городе Саппоры и в него добавляют знаменитую мисопасту из ферментированных бобов. И, наконец-то, танкотсу. Это, пожалуй, самый нажористый вид рамена, потому что бульон для него варят из свиных костей от 6 до 12 часов. И от этого бульон делается мутным, потому что в него вываривается весь вкус, весь жир, весь драгоценный умами. Именно танкотсу мы и будем готовить. Сначала мы сделаем основу основу. Бульон. Первая китайская лапша, которую подавали в Японии, была известна как шинособа. Шино – это архаичное и довольно грубое слово, обозначающее Китай. Асоба была общим термином для любой лапши, которую можно было найти в Японию в то время. Хоть сегодня мы считаем собой только гречневую лапшу. Соба, удон и сомен – это, пожалуй, три основных вида лапши в Японии. Позднее к ним присоединился и наш главный герой, но об этом чуть позже. Итак, рисовая, гречневая и пшеничная лапша пришли в Японию из Китая. Но откуда взялся рис, греча и пшеница? Кого японцы благодарят за происхождение зерна для лапши? Нет, мы не будем изучать биологию и эволюцию сельхозкультур и погрузимся в один из самых замечательных синтаистских мифов. Все началось с того, что богиня солнца Аматерасу послала своего брата, лунное божество Цукийоми, в гости к другой богине – Укимоти. Она была богиней пшеницы и была рада устроить для Цукийоми настоящий пир. Но была в этой гостеприимности одна не очень приятная деталь. То откуда появляется эта еда? Богиня Укимоти повернула свое лицо к океану и выплюнула рыбу и морепродукты. Она повернулась к полям и откашляла миску риса. Повернувшись к лесу, она изрыгнула дичь. В поздних версиях этого мифа еда появлялась и из других отверстий богини. Поэтому да, могло быть и хуже. Но в каком-то смысле Цукийоми можно было понять. Когда тот счел это гостеприимство, отвратительным он прорычал. Грязь! Мерзость! Как ты смеешь кормить меня тем, что отрыгнул твой рот! Затем он выхватил свой меч и убил Укимоти в приступе гнева. Вот этого я уже не разделяю. Лунный бог вернулся к сестре и рассказал ей, что случилось. Но тут уже Аматерасу разгневалась на Цукийоми и выгнала его из своего дворца в другой. С тех пор солнце светит только днем, а луна ночью. Видимо, никто не сказал Аматерасу, что эти два объекта находятся на небе в одно и то же время в принципе. Солнечная богиня послала сообщение Укимоти, чтобы узнать, в порядке ли она после убийства. Но нет, она не была в порядке. Она была мертва, но из ее тела начала вырастать пища. Коровы и лошади появились из ее головы. Из живота рисовые зерна. Из уха просо, из носа красная фасоль, из половых органов пшеница. А из прямой кишки соевые бобы. Постарайтесь не думать об этом, когда будете есть эти продукты в следующий раз. Лапша для рамена – это четвертый тип лапши. И у него есть своя уникальная особенность. На всем постсоветском пространстве такую лапшу бы назвали яичной. А что делает яичную лапшу яичной? Думаете, это яйца? А вот и нет. Яйца в действительности могут быть, но они тут ни при чем. Все дело в щелочи. Китайцы, наверное, одними из первых поняли, что структура продуктов меняется при готовке. Не только тогда, когда ее обрабатывают огнем, засаливают или квасят. Они заметили, что обработка щелочью также меняет структуру получаемого блюда. Все дело в химии и в том, как разные ионы взаимодействуют с белками. Оказывается, щелочь тоже способна их донатурировать. В китайской кухне, например, морепродукты перед приготовлением иногда замачивают в щелочном рассоле с содой и яичными белками. Это придает тем же креветкам более упругую, почти хрустящую текстуру. А когда щелочное вещество добавляют в рецепт лапши, это, по-видимому, влияет на взаимодействие глютенов в тесте. Больше воды впитывается в муку, больше крахмала расщепляется и в результате получается пружинистая жевкая лапша, которая с меньшей вероятностью размякнет в миске с горячим бульоном. Химическая реакция между щелочным раствором и тестом также придает лапше для рамана ее фирменный жевтый оттенок. Так вот, раменную лапшу в Японии как раз начали готовить на местной щелочной воде консуй. Сегодня же консуй это ингредиент, который добавляют в само тесто. Как полноценное блюдо, рамен попал в Японию в конце 19-го, в начале 20-го века через китайских поселенцев Чайна Тауна в Йокогаме. Тогда же появилось и слово рамен. По-китайски лапшу называют ламянь, что означает тянуть и лапша, соответственно. То ли это из-за того, что у японцев нет буквы лэ и они просто исковеркали это слово, то ли это было сознательно. Но из ла получилось ра, а из мянь – мэн, рамен. Кстати, знакомый нам лагман – это тоже родственник китайского ламяня. В то же время страна переживала период индустриализации. Городской рабочий класс рос, и ему требовалось что-то дешевое и сытное, чтобы подкрепиться в трудовые будни. Довольно скоро китайские столовые и передвижные лотки стали предлагать работягам простое блюдо из лапши, нескольких начинок и бульона. Рамен пришелся японским рабочим по вкусу и отлично удовлетворил их потребности в калориях. Первый раменный ресторан «Рай Рай Кэн» открылся в 1910 году. Тогда-то рамен и приобрел всеобщую популярность и свой классический рецепт. Яичная лапша плюс соленый бульон и разные топпинги, например, из жареной свинины и листьев нори. Блюдо стало распространяться по Японии. Второй обязательный компонент – это лапша. У нас вот такая. Секрет рамена заключается в том, что все его заставляющие варятся отдельно друг от друга, а потом только собираются вместе, как конструктор, в вашу конкретную порцию. Но сначала мне придется подготовить топпинги, потому что лапша варится быстро и буквально перед самой подачей. А вот растаметь свинину займет час-полтора. Ты мой сладкий. Вторая мировая война закончилась для Японии капитуляцией. И в 1945 году страну оккупировали американские войска. Продуктов не хватало и люди голодали. Сельскохозяйственные угодья в военных колониях Китая и Тайване были потеряны. Из-за чего резко сократилось производство риса. Мало того, в декабре еще и случился в принципе самый худший за десятилетие урожа риса. В страну стали ввозить дополнительные тонны пшеничной муки в качестве гуманитарной помощи от Америки. В целях экономии пайков государство объявило всех уличных торговцев едой вне закона. Так рамен стал частью криминального мира. Ведь люди были голодны, а пайки от государства порой задерживались неделями. Единственный способ достать рамен, который люди покупали в киосках, они готовили дома. Тысячи продавцов рамена были арестованы после войны за торговлю едой. Большинство из них находились под руководством, ну или под давлением японского ОПГ, известного как Якудзо. В один из первых дней после капитуляции по улицам Осаки бродил 35-летний мужчина по имени Мамафуку Андо. Воздушные бомбардировки союзников сильно потрепали город. Здания стояли в руинах, в том числе заводы и офисы, которые принадлежали бизнесу Андо. Мамафуку – интересная судьба человек. Родился он на подвластном Японии Тайване в китайской семье, но с 23 лет жил и работал в Японии. У его дедушки и бабушки была небольшая текстильная лавка, поэтому неудивительно, что интерес к предпринимательству был у Андо с детства. Сначала он основал собственную текстильную фабрику, затем в 1933 году отправился в Осаку учиться в университете и основал там другую компанию по производству одежды. После освобождения Тайваня его гражданам дали выбор – либо вы берете тайваньский паспорт, либо уезжаете куда подальше и теряете все свое имущество. Мамафуку жаль было оставлять свое, поэтому он поступил хитрее. Получил гражданство Тайваня, а жить остался в Японии. Своё японское гражданство он вернет только в 1966 году. Тот роковой послевоенный день, когда Андо гулял по разрушенной Осаке, он увидел странную сцену. Среди обломков дома кто-то установил самодельную стойку с горячими раменами. Люди выстроились в очередь в ожидании своей тарелки. Видимо, этот образ так запал в душу тайваньцу, что он пообещал себе найти способ создать такую еду, которая будет доступна всем в любое время и в любом месте. Бизнес в послевоенной стране у Мамафуку не заладился. Сначала его в 1948 году посадили на два года в тюрьму за уклонение от налогов. Хотя сам он утверждал, что всего лишь предоставлял стипендии студентам. А после освобождения его текстильная фабрика и вовсе разорилась. Но это не сбило Андо с намеченного пути. Как раз в 1950 году правительство отменило запрет уличной торговли едой и регулирования оборота пшеничной муки. И Рамон вышел из своей криминальной тени. В страну все еще приезжала лишняя пшеница от американцев. Отчасти это была попытка предотвратить голод, а отчасти политический расчет. Американские лидеры опасались, что страны Восточной Азии от неустроенности и бедности придут к коммунизму. Министерство здравоохранения пыталось побудить людей есть хлеб из этой муки. Но японцы упорно отказывались принимать непривычную для себя еду. Почему-то в IV веке новизна не помешала им точно так же принять лапшу. Тогда в дело включились пропагандисты. Они превозносили достоинства пшеницы как продукта здорового питания. А диету на рисе, наоборот, обвиняли в риске развития повреждений мозга. Чтобы научить японцев печь хлеб самостоятельно, по городу разъезжали так называемые автобусы кухни. Только вот план был обречен на провал, поскольку во многих японских домах попросту не было духовок. Мама Фуку недоумевал, почему правительство пытается заставить людей есть то, что им очевидно не по душе. Но это дорого и производство лапши слишком мало для потребностей страны. Пробубнили ему в министерстве. Тогда Анда решил действовать самостоятельно. Он верил, что мир придет в мир только тогда, когда у людей будет достаточно еды. Все, что нужно было сделать, это превратить свежие рамы в нечто, что может лежать на полке месяцами и быть готовым к употреблению через пару минут. Возможно, цель у Мама Фуку действительно была такой благородной. А может, это лишь жажда наживы, мы не знаем. Но Анда открыл небольшую фирму по производству соли Ниссин и начал экспериментировать. Сначала он просто обезвоживал лапшу разными способами, но изобретатель был недоволен. Лапша недостаточно быстро разваривалась, не имела нужной текстуры и вкуса. После нескольких лет проб и ошибок он, по легенде, совершенно случайно уронил порцию лапши в кипящее масло. От этого капли воды внутри нее испарились, и в лапше образовались крошечные поры. Этот прорыв решил две проблемы. Меньше количество воды в лапше означало, что она с меньшей вероятностью испортится. А все эти отверстия означали, что она быстрее напитается горячей водой. Всего две минуты и готово. В свой шедевр он добавил ароматизатор курицы. Позже Анда вспомнил о своем решении. Используя куриный суп, рамен быстрого приготовления смог обойти религиозный табу, когда его начали готовить в разных странах. Индусы не могут есть говядину, мусульмане – свинину. Но нет ни одной культуры, религии или страны, которая бы запрещала есть курицу. 25 августа 1958 года, в возрасте 48 лет, мама Фуку Анда выпустила на рынок чикен нюдл – свою первую в мире упаковку лапши быстрого приготовления. Или не первую в мире. В книге «Нерассказанная история Рамена» профессор современной истории Японии Джордж Солт рассказывает, что тремя годами ранее компания под названием Мацуда Сангьё выпустила идентичный продукт. Он назывался Аджи Цуке Чука Мэн или ароматная китайская лапша. Но им не повезло. Они так и не получили патенты и прекратили выпускать свою новинку после нескольких месяцев неудачных продаж. Однако, там, где эта компания потеряла неудачу, Анда процветала. Конечно, мама Фуку взорвал рынок. Но не спешите переносить собственный опыт на жизнь тогдашних японцев. Если сегодня пачка бич-пакета стоит в 3-4 раза дешевле миски рамена в ресторане, то упаковка чикен нюдл была в 6 раз дороже, чем другая лапша в то время. Однако, удобство компенсировало дороговизну. Быстро растворимый рамен стал хитом, и цены, в конце концов, намного упали. Ещё через 13 лет изобретение вышло на американский рынок. Анда заметил, что американцы едят его лапшу не так, как в Японии. Они разламывают брикетик пополам, закидывают бумажный стаканчик и заливают его кипятком. Формула успеха пришла к нему сама собой. Производить быстрый рамен уже с посудой было гениальным в своей элегантности и простоте решением. Так появились те самые кап нюдлс, которые мелькали с телекранов в руках полицейских освободителей пансионата Осама Сансу. Примерно в то же время, когда появилось изобретение анда, в 50-60-е годы в Японии начинает рассвет культуры свежего рамена. Практически в каждой провинции появляются свои собственные рецепты. Я уже говорила про 4 основные типа рамена, но прикол в том, что их все можно комбинировать друг с другом. Добавлять рыбные, куриные и овощные бульоны или ароматные масла и приправы. Использовать разные виды лапши и бесчисленное количество вариантов топпингов. Это делает рамен в каждом городе и даже в каждом заведении уникальным гастрономическим опытом. Например, город Фукуока, который находился в конце свиноводческой промышленности Японии, прославился своим танкоцу. В Мурораме подают рамен с карри. Китоката знаменит своей толстой, плоской, волнистой лапшой. А отдельный район Ивацуки в городе Сайтама сделал своим фирменным блюдом рамен с тофу. Независимо от стиля рамена, он всегда подается с начинкой. Водоросли, яйца, ростки фасоли, кукурузы, зеленый лук, консервированные побеги бамбука, тушеная свинина. Это одни из наиболее распространенных. Но если с ними можно столкнуться и в других блюдах, то вот с одним из ингредиентов вы наверняка встретитесь только в рамене. Обращали внимание на такие белые кругляши с розовой спиралькой в пачках доширак? Я вот раньше думала, что это имитация крабовой палочки. Как эти коричневые шарики сои, это имитация настоящего мяса. Отчасти это правда, эти кругляши родственники крабовых палочек. Это класс блюд, который называют комабока. Вот такая своего рода паровая рыбная котлета-батончик из пюре белой рыбы. Но у нашего героя есть свое собственное имя, Наруто. Нет, не этот Наруто. Создателя Нартомаки вдохновили знаменитые водовороты пролива Наруто. И он нарисовал пищевым красителем на своем комабока розовый завиток. Остался последний штрих – соевый соус. Сколько не скажу по вкусу и зависит от объема кастрюли. Скажем, на 1 литр 2 столовые ложки. Ну что ж, давайте собирать наш рамы. Сначала глубокую миску нужно прогреть. Кстати, в японских ресторанах для этого существует отдельное специальное устройство, где постоянно кипит вода и там есть отсеки. В одном варится лапша, а в другом сверху греется миска. После этого мы заливаем лапшу бульоном чуть выше, чем сама лапша. Думаю, так будет достаточно. Потом нарезаем яйцо пополам. Нарезанную томленную свинину выкладываем сверху. Сверху посыпаем луком. Листик нори. Кусочек. И можно немножечко кунжута. И черного, и белого. Конечно, из меня шеф-повар так себе. Но будем надеяться, что это хотя бы вкусно. К 1980-м годам рамен стал культурным достоянием Японии. Он влюбил в себя весь мир. Нашел свое отражение в культуре, и его часто изображают в аниме. Эй, твой выход, Нарата Узумаки! Он даже заполучил целый собственный тематический музей. Син Йокогама рамен находится в Кохокуку. И это не просто музей, а скорее фудкорт, где расположены лотки известных раменных со всей страны. Здесь воссоздали атмосферу Токио 1958 года, когда Мамофуку Анда изобрел лапшу быстрого приготовления. Сам Анда продолжал изобретать до глубокой старости и умер от сердечной недостаточности в 2007 году. Ему было 96 лет, и он утверждал, что секрет его долгой жизни заключался в игре в гольф и почти ежедневном поедании куриного рамена. Одна из замечательных особенностей истории рамена заключается в том, что она все еще развивается. Блюдо продолжает эволюционировать. Появляются новые стили, халяльные, кошерные варианты. Повара продолжают экспериментировать. В Японии принято есть рамен громко. Нужно причмокивать и чавкать, всасывать в себя лапшу и издавать всяческие звуки удовольствия. И вас за это никто не осудит. Во-первых, вы так остутите лапшу. Во-вторых, сделайте комплимент повару. Примечательно, что для европейцев и американцев рамен – это прополноценный прием пищи с посиделками и разговорами. Целое событие. А вот в Японии рамен считается фастфудом. Быстро заказал, быстро съел и тут же быстро побежал по своим делам. Что ж, давайте пробовать. Итадокимас. Интересно. Там еще и собаки начали лавить. Они хотят просто у меня съесть. Ну. И что, вкусно? Свинина? Ок. Не хватает соли, хотя я соль не люблю. Ну, если честно, бульон мне не нравится. Он слишком жирный, на мой взгляд. И это по-честному. А мясо – ничего так. Ну, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, кому нравится это блюдо и кто как его готовит. Да никто его не готовил. Ты первый человек на Ютубе, кто приготовил рамен. Нет, ну почему люди-то готовят? Девочки по-любому готовят. Некоторые. Кто? По старому рецепту? А-а-а. Хм-хм. Ну, если вдруг захотите приготовить, расскажите потом. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова